Описание представленных томограмм пациента 1957 года рождения от 24.05.2019 Область исследования. Грудная клетка. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Легкие расправлены. Пневматизация легочной ткани снижена по всем сегментам легких с обеих сторон за счет массивных зон снижения пневматизации легочной ткани по типу матового стекла. На этом фоне на верхушках правого и легкого выявлены множественные очаги консолидации легочной ткани диаметром до 10-12 мм, в среднем 5-7 мм, с тенденцией к слиянию. Аналогичные очаги выявлены вдоль листков междолевой плевры с обеих сторон. В процесс вовлечены преимущественно предцентральные и задние отделы легких. Справа в C9 и C10 выявлены фокусы пневматической инфильтрации размером до 24 на 22 мм, с сохраненным просветом бронхов. Слева аналогичные участки в C8 23 на 28 мм и C10 размером 25 на 15 мм. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразование в нем не визуализируется. Внутри грудные лимфатические узлы не увеличены обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных, травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце – аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. КТ-картина более характерна для массивной двусторонней полисегментарной пневмонии на фоне выраженной лимфоаденопатии средостения, легочной гипертензии двухстороннего гидроторакса. Рекомендована консультация пульмонолога КТ-контроль через 4 недели для исключения саркоидоза легких. КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ КТ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В легких у вас выражена сниженная пневмотизация, то есть мало здоровой легочной ткани, которая, собственно, дышит. В легких есть фокус и консолидация легочной ткани – это очаги длительно существующей пневмонии и зоны матового стекла, грубо говоря, зона отека ткани легкого. Кроме того, в грудной клетке скопила жидкость, которая поджимает легкие и не дает им дышать. Расширенные легочные артерии – признак плохой работы сердца, которая приводит к застою крови в легких. Но по ряду признаков нельзя исключить наличие саркоидоза. Это можно исключить на обследование у пульмонолога и контрольное КТ через месяц, раньше смысла нет.